Всем привет! В этом видео я расскажу вам, что такое осознанные сновидения и как попасть в это состояние с помощью проверенных научных методов. Во-первых, что такое сновидение в принципе? Сновидение это коктейль, микс из наших мыслей, который очень интересным образом интерпретирует наш мозг и воспроизводит это в виде отдельного фильма или какой-то виртуальной реальности, в которую мы попадаем и с которой мы можем взаимодействовать. Хотя мы не понимаем, откуда берутся те или иные персонажи в наших снах, почему происходят события именно таким образом. То есть наш мозг нас удивляет вот этим вот всем сюжетом, этим ощущением реальности, то есть что характерно для обычных снов, то что мы не можем отличить спим мы или нет. То есть мы просто смотрим на все происходящее и даже если творится полный трэш в наших снах, мы это принимаем как будто это реальность. Это измененное состояние сознания вызвано тем, что активность определенных зон мозга не такая же, как в состоянии бодрствования. Поэтому у нас отключается критическое мышление, способность к самоидентификации также отключается. И таким образом мы не способны определить спим мы или не спим. И нам все это кажется абсолютной реальностью. Что касается осознанных снов, то это состояние гибридное между состоянием бодрствования и сна, при котором у нас имеется способность к критическому мышлению и мы способны понять, что мы спим. И таким образом мы можем управлять содержимым этого сна, то есть менять декорации в том порядке, в котором нам хочется. Так вот, ничего на самом деле удивительного в этом состоянии нет. Мозг достаточно сложно устроенная штука. И вот, например, у дельфинов или китов все устроено гораздо интереснее. На это еще стоило бы обратить свое внимание, что у них может спать одна зона мозга и не спать другая. То есть одно полушарие спит, другое бодрствует, поэтому им не приходится спать вообще в принципе. Вот это гораздо сложнее, на мой взгляд, и интереснее. Но что касается осознанных снов, там просто пробуждаются те зоны мозга, которые позволяют нам интерпретировать эту реальность, которую мы видим. И таким образом любой человек в этом состоянии способен отличить сон от действительности и начать менять его в том порядке, в каком ему захочется. Совсем недавно ученые и философы скептически относились к этому явлению. Но в последнее время появилось огромное количество доказательств того, что все это реально. И люди действительно переживают подобный опыт. Как это было проверено и доказано? С помощью сигналов движения глаз во время сна. Таким образом люди в этом состоянии могли отвечать на некоторые вопросы с помощью движения своих зрачков. И вот это уже дало понять ученым, что в принципе осознанные сновидения это нечто реальное. Что человек в этот момент не отключен от реальности, а пребывает в таком нейтральном состоянии. Примерно 50% людей никогда не попадали в состояние осознанного сна. По крайней мере они это не запомнили, судя по опросам. Мета-анализ 2016 года показывает, что 55% людей попали в состояние осознанного сна хотя бы один раз в жизни. То есть половина людей сообщают о том, что вообще никогда в это состояние не попадали. При этом порядка 20% людей испытывают состояние осознанного сна, ну чуть больше 20%, на постоянной основе каждый месяц. Ну хотя бы один сон им снится в месяц с таким содержанием, которое удается поменять. Вероятность индуцировать это состояние с помощью научных методов, которые на данный момент времени существуют, она тоже достаточно низкая. То есть всего лишь у 14% в рамках некоторых исследований с помощью различных вмешательств получалось добиться этого состояния. Поэтому когда испытывают и изучают состояние осознанных снов, чаще присутствует такая картина, что испытывают 20-30 человек и только у 2-3 человек удается добиться этого стабильного состояния, при котором их можно изучать и следить за тем, как у них меняется активность зоны мозга и все остальное. Зачем ученым в принципе это нужно? Что в этом они видят интересного? Во-первых, можно изучить, как ведет себя сознание в этом состоянии, то есть насколько человек остается разумным и что он там на самом деле понимает. Поэтому огромный потенциал имеется для дальнейшего изучения того, как определенные зоны мозга влияют на сознание человека, то есть что они конкретно дают, какая часть отвечает там за мысли, какая за эмоции. Какая связывает там определенные события между собой, какая зона мозга связана с самоидентификацией человека и так далее. То есть очень интересная и очень огромная почва для изучения мозга. Во-вторых, какую пользу в этом видят ученые? Это в том, что, например, у некоторых людей присутствует расстройство, которое связано с частым появлением кошмаров ночных. Чаще это присутствует у детей, это называется кошмарное расстройство. И это кошмары, которые постоянно повторяются и портят людям жизнь, потому что они боятся спать уже даже, потому что это все им снится, им это кажется реальностью. Так вот, ученые предполагают, что если таких людей обучить осознанным снам, то в принципе люди смогут заменять содержимое своих снов, понимая, что это кошмар, и, в общем-то, отключать вот эти страхи и эти проблемы в жизни. Тут, конечно же, существует еще определенное опасение, что это может вызвать состояние осознанного кошмара, что гораздо хуже. Потому что человек будет осознавать, что все это происходит реально, и от этого его страхи только усилятся. Но, судя по всему, если это производится при достаточно качественном обучении, то есть человеку объясняют, как взаимодействовать со своим сном и так далее, он проводит там регулярные практики определенные, о которых я скажу в конце видео, то ничего подобного в принципе не встречается. Также интересным для ученых видится возможность попадания в состояние потока во время осознанных снов. То есть часто люди, которые научились осознанным снам, регулярно их практикуют, они могут выходить в состояние потока. И не акцентируясь на своих снах, они просто следят за своим телом вот в этом вот состоянии. И что интересно, это может повлиять на, соответственно, склонность к депрессии, тревоге и прочие состояния. Потому что состояние потока, оно еще и производит выброс определенных нейромедиаторов. И вот пережитый опыт во время такого сна, как и в случае приема некоторых психоделиков, некоторых экспериментах, может являться средством для лечения депрессии. Ну, опять же, пока это и только гипотеза. Да, пока это на 100% не доказано, что именно так все это работает. Но уже есть как бы к этому предпосылки. Теперь, что касается опасений ученых на этот счет. Почему боятся, в принципе, людей вводить в это состояние и считают это не очень полезным для здоровья? Во-первых, потому что приходится прерывать сон. То есть, самые распространенные рабочие методы подразумевают, что человеку нужно проснуться через 5 часов сна или через 6 часов сна, прервать свой сон на некоторое время и потом дальше заснуть. Это уже может говорить о том, что целостность сна нарушается, значит, ухудшается качество, значит, это может работать как депривация сна. То есть, приводить к различным долгосрочным последствиям для здоровья. Ну, потому что от недосыпа ни для кого не секрет, что человек быстрее изнашивает свой организм, там у мужчин снижается тестостерон, снижаться может лептин, то есть увеличиваться чувство голода и так далее. Поэтому ученые опасаются, что это может негативно сказываться на функционировании человека. Второй момент связан с тем, что осознанные сновидения могут коррелировать с психозами и с сонными параличами. Это очень такие неприятные состояния, в которые может попасть человек, и переживание этих состояний точно на пользу никому не пойдет. То есть, есть определенная вероятность при вторжении в эту зону, при определенной работе мозга, попасть еще и в то состояние. Поэтому все-таки считается, что у людей уязвимых перед различными там нарушениями сна, при нарколепсии, в том числе и при подобных вот штуках, лучше не экспериментировать. И если вы будете этим экспериментировать, если вы здоровый человек, то у вас могут тоже проявиться такие побочные эффекты, что тоже не есть хорошо. И последнее опасение связано с тем, что во время осознанного сна требуется сохранять концентрацию внимания человеку. Достаточно сильная нагрузка на мозг приходится. И это может нам говорить о том, что во время сна не будет происходить такого качественного восстановления и расслабления нервной системы. Потому что мозг будет продолжать работать в таком режиме. А сон в принципе создан для того, чтобы мозг перезагружался и отдыхал. А вот это состояние, оно будет несколько нагружать и не давать возможности качественно восстанавливаться. Вот теперь, когда вы знаете об опасениях ученых на этот счет, да, и о потенциальных плюсах, которые это может дать лично вам, вы должны быть готовы сделать вывод, стоит ли вообще этим заниматься или не стоит. А я всего лишь приведу вам конкретные методы о том, как вызвать это состояние. Поэтому слушайте внимательно. Итак, сейчас я вам расскажу, как попасть в осознанный сон или как вызвать это состояние. Нам нужна небольшая подготовка к этому ко всему. Здесь важны два правила. Первый пункт – это необходимо научиться запоминать собственные сновидения. И для этого нам подойдут следующие методы. Это дневник, который, опять же, вы просто положите под подушку или положите рядом с кроватью, и будете каждое утро просыпаясь записывать туда все, что вы видели во сне, в мельчайших деталях. Пытаться будете каждую ночь что-то вспомнить. И у вас будет это получаться все лучше и лучше. Почему это важно? Потому что этот навык запоминать свои сны как раз-таки отражает способность вашего сознания взаимодействовать с самим сном. То есть распознавать его, по крайней мере. Вам важно научиться обрабатывать вот эти мысли. На самом деле то, что мы видим, это наши мысли, в принципе. То, что мы видим во сне. Поэтому важно этому научиться. Что может улучшить способность запоминать собственные сны? Прием витамина В6 в дозировке 240 мг перед сном. Очень интересный факт, но в достаточно крупном исследовании, в сравнении с плацебо, эта дозировка витамина В6 продемонстрировала улучшение более чем на 60% запоминания отдельных деталей сна. То есть сны запоминаются значительно лучше при приеме витамина В6. Ну, кстати, это полезно. Допустим, магний В6 это полезная штука для того, чтобы успокоиться и хорошо заснуть. Многие об этом знают, наверное. Вот. Переходим постепенно ко второму пункту. Второй важный пункт это проверка реальности. Она необходима как можно чаще. То есть чем чаще вы будете задавать себе вопрос, «А реально ли все происходящее? Не во сне ли я нахожусь?» Ну, нужно выбрать какую-то отдельную фразу, которая вам поможет это понять. Тем больше вероятность, что вы это проделаете во время самого сна и, соответственно, сможете понять, что это сон. Например, вы смотрите на свою руку и пытаетесь понять, реальность это или все-таки сон. И вот несколько раз в день вы это повторяете. Чем чаще вы начинаете задумываться о том, реально ли происходящее, тем больше вероятность, что вы это сделаете во сне. Как ни странно, я уже об этом говорил, да, что критическое мышление человека в состоянии осознанного сна, оно работает, да, в отличие от обычного сна. То есть проблема того, что мы не осознаем сны, как раз-таки заключается в неумении включать вот это вот критическое мышление и определять, где сон, а где реальная жизнь. Вот, у нас эта функция, она отключается в мозге. И нужно вот этот вот канал, по сути, за счет активности определенной зоны мозга все-таки вовлекать, да, научиться его включать в работу. Поэтому повторяем подобную процедуру, есть вероятность, что это у нас получится сделать и во сне. Вот, это мы на протяжении всего времени используем и в качестве подготовки, и когда уже начинаем вызывать осознанные сны. Дальше, что нужно, чтобы вызвать осознанный сон теперь наконец-то, да? Во-первых, как я уже и сказал, приняли точно так же там витамин В6 перед сном, заснули. Необходимо проснуться через 5 часов, потому что на самом деле попасть в осознанный сон ночью нереально. реально попасть в него утром. И вот когда-то я вставал по будильнику, например, чтобы поесть, и дальше ложился спать. У меня была такая привычка, когда я дробно питался по 6-7 раз в день, я считал, что так лучше усваивается белок, и мне нужно питаться именно так, потому что я хочу заниматься культуризмом. Вот, 9 лет назад я страдал такой ерундой, и, соответственно, я очень часто попадал в состояние, в котором сны становятся более отчетливыми. То есть я их начинал видеть на самом деле. То есть обычно я сплю, и я не запоминаю ни сны, не вижу их, то ли не придаю этому никакого значения. А вот в этом состоянии под утро сны становились такими похожими на реальность. Вот как раз-таки с помощью прерывания сна и реально индуцировать состояние осознанного сна. Но прервать его нужно всего лишь на 5-15 минут. Этого вполне достаточно. Ну, где-то ближе, наверное, к 15 минутам. 10-15 минут. Вот возьмем этот диапазон. Соответственно, необходимо проснуться. И нужно в течение этого времени сакцентировать свое внимание на той мысли, что мы сейчас стараемся проникнуть в осознанный сон. Мы должны об этом постоянно думать, чтобы в момент, когда мы отключимся и заснем, у нас вот эта мысль, она все-таки пробилась, сплыла через некоторое время. Вот. Что еще здесь интересно, о чем никто, в принципе, на ютубе вам не скажет. Я вам скажу только по секрету. В общем-то, есть такой нейромедиатор, как ацетилхолин, о котором я, в принципе, писал отдельную статью на Бусти. Можете подписаться, заодно меня поддержать. И там есть многие статьи по нейромедиаторам и дополнительный контент, которого нет на ютубе. Вот. Если вам интересно, переходите, подписывайтесь. Что я хочу сказать по поводу этого самого ацетилхолина. Он влияет на концентрацию внимания и на когнитивные функции человека. И этот нейромедиатор может вызвать состояние осознанного сна, если принять необходимые препараты и добавки в этот промежуток времени. Так вот, что интересно, есть исследование, которое подчеркивает значимое влияние такой добавки, как альфа-GPC, достаточно популярная добавка у биохакеров, и галантамина, препарата для людей с альцгеймером, для возникновения осознанных снов. Так вот, например, галантамин в дозировке 4 мг повышал вероятность возникновения осознанного сна на 27%, а в дозировке 8 мг на 42%. В сравнении с плацебо, которое вызывало вероятность всего лишь 14% возникновения осознанного сна. Нужно понимать, что здесь плацебо, это не просто люди ложились спать и спали. Здесь плацебо было активным, то есть когда люди как раз-таки проводили все подобные манипуляции, о которых я вам рассказал, только без этих препаратов, без этих добавок. Вот, что интересно. В 3 раза галантамин в дозировке 8 мг повышает эту вероятность. Это достаточно существенно. Так вот, если человек проснулся на 5-15 минут, принял эти добавки и дальше лёг спать, и когда засыпал, постоянно думал о том, чтобы попасть в этот осознанный сон, то уже достаточно большая вероятность того, что это, в принципе, произойдёт. Единственное, что можно здесь дополнить, так это то, что есть ещё внешние источники стимуляции, которые позволяют лучше попадать в осознанные сны. То есть это может быть, ну, например, какое-то звуковое сообщение, которое человеку поступает в уши, или, например, устройство внешней световой стимуляции. Всё это в комбинации приводит к значительному прорыву в способности вызывать у себя осознанные сны. Если эта практика повторяется на протяжении 12 недель, то это гарантированно почти во всех случаях приведёт к тому, что хотя бы один осознанный сон у вас получится вызвать. Ну, на самом деле, это будет гораздо чаще. Просто я предупреждаю, что с первого раза может не получиться. Поэтому некоторое время всё-таки понадобится, чтобы вызвать это состояние. Ну и в завершении всего этого я хочу сказать, что не советую повторять это продолжительное время, непрерывно, потому что никто не знает, вызывает ли это депривацию сна, сколько мы теряем в качестве сна. То есть, возможно, мы недополучаем какие-то важные минуты, что-то не расслабляется так, как это заложено физиологически в плане реакции нашего мозга. Поэтому я не могу быть уверен в том, что эта практика абсолютно безопасна. И советую вам точно так же к этому ко всему относиться, скептически. То есть, не нужно из месяца в месяц повторять данную практику, чтобы там где-то путешествовать в своих снах, потому что неизвестно, как это скажется на вашем здоровье в перспективе. Поэтому в любом случае необходимо периодически высыпаться, даже если вы очень молоды. А что касается галантамина, то нужно помнить, что это препарат, у которого также есть свои побочные эффекты, и не нужно это всё использовать как инструкцию к применению. Я просто это всё обозначил коротко. И ответственность в любом случае я ни за что здесь не несу. То есть, эта информация дана вам для ознакомления. Теперь всем спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на Boosty. Кстати, кто подписался, всем огромное спасибо. И до новых встреч. Пишите свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok